всем привет с вами яка 362 и сегодня я буду играть в 2008 икеа в roblox вот исполнились в такое время то что мне очень повезло так что-то не поворачивается но я вроде бы в этом месте уже был ну появлялась или не в этом главное чтобы не было консультантов пока что собираем еду так 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 что ждем вот все день наступил вот здесь уже снова появилась еда так пингвинчик так шкаф я думаю мне пригодится поэтому берем шкаф так вот я уже нашла ту спальню кровать так так осталось ее развернуть заставили вот маленечку вот так 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 Осталось поставить ровненько кровать. А кто не знает, это Кею, эту игру. Тотому я говорю, что в этой игре необходимо строить базу. Здесь есть консультанты. Это такие монстры, которые днем безопасны, а ночью опасны. О нет, похоже, я вижу какого-то сахарка. Сразу говорю, на этом сервере берегитесь сахарком. О нет, сахарок. О нет, сахарок. О нет. О нет. О нет, планируем. Продолжение следует... 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 Я не помню, говорила вам, но я потом скину фотографию базы, которую я устроила вчера, еще до того, как создать канал. Еще в Икее в 2008 необходимо собирать еду, чтобы не умереть с голодом. У нас здесь есть шкала, самая верхняя, здоровье, зеленая такая, потом еще есть энергия, потом еда, голод. И вот, нужно в итоге еду собирать, какая-то восполняет только энергию, какая-то восполняет только еду, а какая-то восполняет энергию и еду. К примеру, кола собирает, но кола только энергию дает, а вот это, а мороженое, плюс 6 еды, плюс 13 энергии. Я смотрю, это вот здесь, мышкой показываю. Ну серьезно, страшно. Мне показалось, что что-то видела. Вон там. Главное, чтобы это был не консультант. И консультанты, когда они близко или не очень далеко от вас, они что-то, я, конечно, это нельзя разобрать, но они что-то там, так сказать, быстро-быстро там говорят, бормочат, орут по-иностранному. Консультанты, они встречаются не очень часто, достаточно редко. В Икее есть, бывают, ну, не просто вот обычные ночи, обычный день, а еще бывает кровавая, ну, она называется точнее красная, но я ее называю кровавая ночь. Когда все становится красным. Я думаю, то, что во время красной ночи появляется больше консультантов. И, кстати, вот есть, если обычные консультанты появляются редко, то есть еще редкие консультанты, такие как девушка-консультант, маленький консультант и большой накаченный консультант. Я видела уже маленького консультанта и накаченного консультанта. Большого консультанта. А вот девушку-консультанта еще не видела. В Икее можно, если вы играете на компьютере, предметы можно перетаскивать с помощью кнопочки и надо ее зажать, а потом таки можно предметы перетаскивать. А чтобы поставить, просто кнопочку тут, то же самое нажимаешь, но уже ее не держишь. Так, ну, что тут у нас такое? Может, а виду надо убрать? Так. Так, не вопрос, я вот сейчас вот без приседа. Вот могу я там в базу зайти? Да, могу. Мой любимый свет фиолетовый, потом я, наверное, возьму фиолетовую лампу. Потом надо будет еще притащить телевизор и вот этого пиногвина можно еще взять. Лампа пусть стоит, к примеру, лампа пусть стоит здесь. Так, я совсем забыла, нужно нажать на кнопочку Т, ввести, к примеру, можно база, потом можно выбрать цвет, к примеру, вот фиолетовый. И тогда у тебя будет отображаться то, что это вот твоя база. О, похоже, я вижу пиццу и что-то еще, чипсы. Так, возьмем. Ладно, больше я не могу взять чипсов. Так, аптечку. Аптечку, я думаю, нужно взять. Аптечку, я думаю, нужно взять. Так, я думаю, все хорошо, моя база очень хорошая, потому что нету таких как бы слишком больших щелок. Так, у меня вот есть аптечка, еды вроде как достаточно. Полный инвентарь. Так, у меня энергии 81, а еды 89, надо что-нибудь съесть. Можно вот так сделать, так. И хватает еще маленечко. Ну, так, 96 энергии и 100% еды. Так, если что, есть аптечка, чтобы подлечиться. Может, я ее теперь могу взять. Да, теперь у меня с собой есть аптечка. Аптечка, как я поняла, можно подлечиться, если ты раненый. Надо будет взять сколько-нибудь аптечек, а остальные, которые, ну, нельзя будет взять, надо будет положить сюда, вот на базу. Потому что все такие аптечки, они не так часто встречаются, по-моему. Я уже думаю, что скоро будет ночь. Так, на самом деле, вот здесь пишут, что день восьмой. А я вот прожила только, а первую ночь, причем я зашла сразу же, была ночь. Поэтому именно сначала прожила ночь, а потом день. Вот так. И так-то в итоге получается прикольно, то, что в итоге база состоит из кровати, так пушисто, удобно. А сверху, типа, деревянный потолок, хотя на самом деле это кровать. Кстати, всем советую строить себе домик, если что, и из двухспальных кроватей. Вот кто-то вот умеет поворачивать предметы, чтобы они, ну, не просто, как бы, с помощью кнопочки, там какую-то кнопку, похоже, нажимают, и они поворачиваются, ну, вертикально, что ли. Это что, типа, сразу, типа, стенка уже получается. Я так не умею, поэтому, вот. Ну, а что, нормальный домик. И лампы, лампы, можно выключать с помощью кнопочки F, у кого компьютер. Ну, я всегда держу лампы включенными. Ох, всегда боюсь этого звука ночи, который так неожиданно и быстро. Ни заката никакого, ничего. Я думаю, что надо будет еще сюда лампы поставить. А вот тебе лампочка надо маленечко переставить вот туда. И сюда надо будет лампы, наверное, все-таки поставить. Прямо в стенку. Чтобы здесь не было вот этой дырки. Надо будет все-таки потом еще стрематериалы принести и вот здесь вот заколотить эти дырки. Не здесь, потому что еще ладно, я могу оставить. Ну, это, конечно, все-таки лучше заколотить. И, кстати, вот база. Как вы уже видите, нужно на компьютере, если бы, нужно встать на этот предмет, нажать кнопочку T и вот выйдет. Вот здесь выбирается цвет. Здесь выбирается цвет. А здесь имя. Точнее, название. Можно назвать база, можно назвать дом, можно назвать лагерь, можно назвать убежище. Как хотите. Можно, если у кого-то богато, я в фантазии, дача. А что? Нормально. Если, конечно, у вас есть вот такой, если вы построите какой-нибудь маленький домик, и вот садик какой-нибудь будет у вас здесь еще. А что, можно тогда будет назвать дачу? А что, можно назвать дачу? Прыгаю. И все-таки, по-моему, кровати они маленечко успокаивают. Даже если черные. Но все равно в такой игре, по-моему, они успокаивают. Так, это в итоге наша, ну, моя точнее, вторая ночь. Так, посмотрим. Кстати, чтобы приблизить экран, чтобы, ну, дальше видеть, нужно нажать на кнопочку Z. Вот там вот что-то подозрительно, как-то будто туманно. Вот там гирлянда, потом, может быть, взять гирлянду и повешать. А что, будет красиво. Так, развернемся. Так, посмотрим здесь у нас что. Лампочки там, кровати. Кровати, это хорошо. Может быть, заколотить вот эти вот дырки. Вот какая-то лампочка. Вот у нее, причем, не желтый какой-то, не белый. Это какой-то голубоватый. Я ее, пожалуй, тоже себе возьму. Потому что, говорится, мои любимые цвета. Любимые цвета К-362. Это фиолетовый, черный. Но также, если что, то вот голубой там и синий. Вот так вот. А так вот еще фонарик можно взять. На улице поставить. Потому что, чем больше цвета, тем, как бы, ты ночью лучше видишь этих монстров. Если они, если они рядом. Ну, лучше, как бы, видишь. Приближаются там они или не приближаются. Правда, так было, что... Так бывает, что вот базы твои просто берут и разбирают. К примеру, одна девочка, я не понимаю, она была ранена. Но она взяла и из-под меня кровать утащила. Так же не делается, как говорится. Из-под людей кровать утащать. Так. Возьмем фонарик. Можно поставить здесь. Так. Вот сюда. И еще один такой. Валя. Так, где-то я кровати видела. Вот они. А, еще надо вот эту вот лампочку взять. Так, где у меня база? Вот она. Так, вот нужно лампочку вот так красивенько будет. Вот кровать двуспальная. Нормально. Так. Вот так. Уже лучше. Так, что здесь у нас фиолетовенькое? Ладно, возьмем. Ну, пусть здесь стоит. А что, миленькая штучка? О, видишь, там лампочка зеленая. Значит, там телеки. О, какая-то фиолетовая картина. Мне надо будет взять. С самого начала телек. Телек, как я и планировала, поставлю вот сюда. Скорее, если что-то спал, еще шифта. Еще возьму вот эту картину. Она, по-моему, красивая. Не знаю, что потратится энергия. Но по мне так надо вот. Так. 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 Ой, а что с ней? Что она задумна? Задумна вперед, так. Все, пока что, я думаю, нормально. Потом надо будет еще поставить забор. Я думаю. А так, телек что-то не так стоит, как я хотела. Вот так, идеально. А что, теперь на моей базе светло. Так, эту штучку что-то. Надо ее повернуть. Вот так. А что, прикольненько. Так. Так. Так, ну это у нас кнопочка. Оп. А, не то. Так, четыре. Так. Теперь. Так. 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 Все, вот какая покольненькая. И картина, по-моему, красивая. Асосик еще все до лампочки. Можно еще будет сюда картину. А пока что, по-моему, шедеврально. Вот это теперь надо переставить, чтобы было ровненько. Опять неровненько. Вот. Теперь ровненько. Ф, ф. Так. Шифт. Лучше на предметы не зарезать. Так вот. Фиолетовая лампочка. Телек. Картина. Здесь вот так две лампочки. Такая красивая штучка. Гейм-куб. Так. Гейм-это игра. А куб... Кубы... Чего такое? Кубы какую-то. Здоровье у меня хорошо. А вот энергии и еды... Так, энергии 79, а еда 86. Так, надо, я думаю, съесть мороженое. Так. Еще надо еды. Думаю, ничего не хватает. Вот. Теперь 94 энергии и 96 еды. Теперь вообще тоже немного необычно. Ну а что, на моей базе теперь вообще классно. Прям супер. И теперь я намного лучше вижу, что там вот происходит. Потому что у меня вот эти вот штучки. Теперь там плохо светится, а вблизи вот у меня здесь хорошо. Надо будет потом еще вот какую-нибудь кульмиру там кроватку двухспойную здесь еще заколотить. Потом еще одну картину надо будет принести. И еще один телек. Еще один телек. Потом надо будет раздобыть какую-нибудь там корзиночку, растение. И еще одну корзиночку. Чтобы можно было в эту корзиночку класть, к примеру, еду. А то место-то в инвентаре не бесконечное. И, кстати, чтобы вот у тебя еда вот так появлялась, и чтобы, ну, предметы так же можно было поворачивать, нужно нажать на кнопочку Г. Вот она здесь. Мне мышка показывала. Зеленый. Вот если зелененькая, значит включена. А если беленькая, значит отключена. Нужно, чтобы она была зелененькая и была включена. А так у меня здесь... О, как красиво. Ну, я все-таки вам потом отправлю фотографию базы, которую я строила вчера. Я ее фотографировала. И как раз тогда вчера, вот, я успела все-таки сфотографировать, потому что на следующую ночь девочка просто взяла из-под меня кровать утащила. Я думаю, что еще можно будет взять вот эти вот штучки такие взять. Можем будет сделать подъем на крышу двухэтажную, надо будет кровать взять, потому что там лестница. Как в моем прошлом домике. Я думаю, что можем будет поставить забор. Да, конечно, консертант забор перепрыгнет. Ну, может и нет. Ну, где же эти консертанты? Не идут. Я думаю, что в этом углу безопаснее всего. Здесь потому что все заграждает телек. Здесь еще вот кровать берутся, загородила. В этом углу безопаснее всего в моем домике. А вот там не очень. И там тоже. Посмотрим с помощью кнопочки Z. Есть ли консультант. И за это, может быть, посмотрим, куда пойдем дальше потом. Ну, и все-таки я потом хочу пойти за еще одной картиной, еще одним теликом. Потому что, чтобы было вообще светло прям. Этот ролик получится не очень коротким, но, как говорится, интересным. Так, одна аптечка плюс три со здоровьем. Так. О, вот и день. Так, выползаем аккуратненько. Так, шкаф. Шкаф, а ты здорово. Так, поверни. Не то сделала. А что, просто взяла, поставила шкаф. И все, уже загородила проход. Теперь проверим, как это будет, когда ты, вот, типа, ты зашла внутрь. А у тебя здесь стоит шкаф. Ты берешь, вот так заходишь. Ставишь. Ну, вот, никто не будет. Хотя, здесь дырка есть. Здесь дырка есть. Ну, это, я думаю, уже все равно получше, чем вот та штука. Поэтому, пусть будет. Так, оказалось, приди сюда так. О, сюда я еще не ходила. Манекен. Здесь какие-то кубики. О, вот эта двуспальная кровать. Так, где моя база? Вот там. Надо сделать четыре, а не пять. Отдалить ямленичку надо. Так, теперь повернем. Так, еще повернем. Так, теперь. Так, теперь поставим. Так, типа, поднимаемся. И сюда проходим и смотрим. Я уже знаю, где-то растение. Вот там. Задуно шла кровать. Ой. Так. Я думаю, растение подождет. Самое главное, это обезопасить свою базу. Потом мы уберем. Там эта штука опять появилась. Мне кажется, что предметы здесь потом появляются снова. Так. 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 Так, теперь зайдем. Так, да, все идеально, загорожено. А так вот. Так, теперь надо сюда зайти, поставить шкаф. Так, надо, так, четыре, четыре, четыре. Нужно даже еще четыре. Так вот. Здесь, правда, есть дырка. Здесь есть дырки. Ну, ничего. А там этих дырок не будет. Пока что я думаю, что скоро уже вполне возможно наступит. Сейчас восемьдесят шесть энергий. Почему бы мне не съесть вот это? Вот сто еды, а кола, она чистую энергию дает. Вот, вмешиваюсь колу, потом колу. Кстати, для красоты так. И вот если дроп сделать дроп, то тогда положится предмет. Если дроп ол, то это все выбросится. Ой, ночь, что ты так пугаешь? Что мне кажется? Это кровавая ночь. В этом хорошо, что я сделала шкаф. И еще всегда кровати притащила. Потому что кровавая ночь, красная ночь, это страшно. Сейчас вы можете посмотреть то, что там на улице, видите, красные. Это кровавая ночь. Сейчас даже вспышку включу, чтобы она была вот так. Мне подсветка не работает. Ну, вот как вы видите, вот красная. Сейчас. Слышите какие звуки? Слышали звуки? Значит где-то близко консультант. Я даже говорю, что в эту ночь появляется больше консультантов. На всякий случай я еще присяду. Маленечко даже жутко, потому что консультант где-то рядом. Вообще. Консультант где-то рядом. Музыка напряженная. Музыка напряженная. Да, конечно, у меня музыка подвисывает. Но все равно. Вы, наверное, слышали. Ну, недавно я вам дала послушать. Музыка напряженная. Музыка напряженная. Если что-то вот она в сервере на этом. Ночь десятая. А так я уже не помню какую ночь выживаю. Музыка напряженная. А так у меня это не десятая. Музыка? Музыка. То, что, по нашей теории, короче. То, что консультанты спаунятся в эту ночь. Но их становится больше. В эту, в красную ночь. Мы можем посмотреть через дырочки. Потому что, вот, красные, все, красное стало. А у меня здесь все хорошо. У меня беленький телевизор. Желтенькая лампочка. Голубоватая лампочка. И фиолетовая лампочка. Все. Да, конечно, есть маленькие окошки, через которые видно. Это все красное, да страшное. Вот, видите, все красное. Все светится красным. Вообще страшно, жутко. Но консультанты, если вы в надежной базе, вроде бы, ну, рано или поздно они уходят. Так как не могут поймать. Так. Так. Так, я здесь просто сейчас читаю, что здесь пишут. Здесь просто разное пишут. Потому что музыка другая стала. Что-то там не успела, а дети уже убивают. Здесь какая-то вот она кричит. А, и то, что какой-то монстр. Ну, похоже, эту девочку какой-то монстр наубил. Или мальчика. Ну, этого человека, короче. Так. Присядем. Может быть, будет. Хотя нет. Офигеть. Лампочка еще там загорелась красной. Осторожно выгляни на улицу. Все это самый обычный день. Консультант! Все, все, я загородилась. Я успела. Просто я вот не знаю, но, может быть, после красной ночи. Так как консультант, он знает, что день он не должен за мной гнаться. Ну, почему он за мной шел? Это ненормально. Может, после красной ночи что-то их как-то переклинило. Вообще жуть. Хорошо, что у меня есть еда и аптечка. А так у меня осталось 5 колы, которые дают по 17 энергии. Так. 3 мороженого, которые дают плюс 6 еды и плюс 13 энергии. Аптечка, которая дает плюс 30 здоровья. Одна только. И 2 пицца, которая дает 2 энергии и 5 еды. Да уж. Сведой, правда, я скажу, у меня не прямо идеально похоже. Не прямо все идеально. Так, сейчас просто, чтобы побояться вареничка, как говорится, выключаем свет и смотрим. Да, темно, страшновато. Ну, это еще не, пока что не очень страшно, потому что музыка веселая. Кстати, сейчас я серьезно дам вам послушать. Музыка, наверное, будет не очень хорошо слышать, потому что музыка играет. Ну, так вы, наверное, слышали то, что был звук телевизора. Сейчас слушайте. Там был звук телевизора, звук включения телевизора. Все. А картина все-таки красивая. Хотя она не только ничего не интересовала, но просто фиолетовые волны какие-то красивые. А так, вот так я шкаф поставила, чтобы база стала еще меньше. Ну, ладно, ничего страшного. Зато главное, чтобы меня консультанты не достали. И игроки. Главное, чтобы меня этот игрок просто не заметил. Так, главное, чтобы этот игрок меня просто не заметил. Поэтому я, наверное, присяду. Может, так меня будет, ну, не очень хорошо видно. Так, гейм-куб-такс. Ну, и что-то не только делать. Ну, что с тобой делать? Открой таймер. Так, почитаем, что здесь пишут. Так, ясно. Так, я вот этого вот игрока видела. Вот этого. Так, сейчас. Ну, он ушел или нет? Так. Ну, все-таки надеется, что это, ну, так сказать, нормальный человек, который не будет ломать мою базу. А что, я же ничьи базу не ломаю. Даже если забегал к ним жить. Помню, однажды я искала свою подругу Скай. Ну, с циферками там еще. Что, ночь уже наступила? Это обычная ночь? Да, это обычная ночь. Фух. А теперь... Теперь меня никто не найдет. Ну, вообще, сейчас стало темно. Хоть глаз, как говорится, выпали. Или это не так, говорится? Все, а теперь светло? Нет. Съем, поем пиццы. Ну, допустим, сходить будет за едой. Лучше будет сходить за гирляндой. Чтобы украсить дом. А, еще пингвины, может быть, принесу. Странно, что я по доскам не хожу, а с двухки досок. Ну, как по доскам идешь. Таким темпом я вышла за стену. Ну, точнее, каким-то образом. Вот, посмотрите. Я за стеной. Ну, уж не, не надо нам выходить со стеной. Так, посмотрим. Ну, как видите, все-таки похоже в красную ночь и вправду спаунятся консультанты. То, что уже один там появился. И, кстати, если я не ошибаюсь, это был как раз потому, что большой накачанный консультант. Ну, а сюда не пролезет, точно. Ведь точно? Ну, а сейчас вот. Ну, как раз... кто-то там спрашивает вы где как будто бы не знают, что карта очень большая кто-то там пишет, что дом большой дом точнее хороший сделал кто-то пишет, что нашел кучу еды а у меня тоже нормальный пока что запас еды когда же уже наступит день если я раньше могла бы смотреть в эти щелочки вот здесь в щелочке то теперь я не могу только здесь а скоро вообще наверное в щелочки смотреть не смогу так что все будет заколочено ну или просто раньше я выйду из игры ну а так вот как классно получилось здесь правда маленечко не так она здесь прямо вроде как идеально или нет но здесь короче черненький черненький черно-зеленая стена получается черно-зеленая стена а это желтая желтая кровать так посмотрим не выйдет не выйдет потому что не получается еще маленечко совсем что вот Ой, я нашла еду. Вот она, гирлянда, как я и говорила. Еда, которую я взять не могу. О, далеко я от базы ушла, поэтому, так сказать, скорость на руку смею. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok